Антон Павлович Чехов, его черный монах Севастополь Коврин вышел на балкон. Была тихая, теплая погода и пахло морем. Чудесная бухта отражала в себе луну и огни и имела цвет, которому трудно подобрать название. Это было нежное и мягкое сочетание синего с зеленым. Местами вода походила на синий купорос, а местами, казалось, лунный свет сгустился и вместо воды наполняет бухту. Антон Павлович Чехов, повесть «Черный монах», 1893 год. Своего героя повести Андрея Васильевича Коврина по прибытии в Севастополь Чехов поселяет именно в той гостинице, где в 1888 году, впервые посетив город у моря, сам провел ночь. И описание ночной бухты, как ее увидел с балкона Коврин, восполняет отсутствующий фрагмент в известном письме сестре Марии Павловне. «В Севастополь я приехал ночью. Город красив сам по себе, красив и потому, что стоит у чудеснейшего моря. Самое лучшее у моря – это его цвет, а цвет описать нельзя. Похоже на синий купорос». Описание ночной бухты в письме авторам не приведено. Несомненно, что Коврин видит тот же ночной пейзаж, который в 1888 году видел в Севастополе сам Чехов. Можно предположить, что сам Чехов, созерцая красоту Северной бухты, был в особом фантазийном настроении. Иначе невозможно объяснить необычное одухотворенное состояние морского пейзажа, увиденного потом коврином с балкона. «Бухта, как живая, глядела на него множеством голубых, синих, бирюзовых и огненных глаз и манила к себе». «Мы не ставим своей целью провести анализ чеховской повести. Нам интересно, как в писательской копилке откладываются впечатления и по мере необходимости выбираются нужные. В «Черном монахе» выстрелили севастопольские воспоминания». Известно, что путешествие по железной дороге в Крым произвело на Чехова не особо благоприятное впечатление. Таврическая степь уныла, однотонна, лишена дали, бесколоритна и, в общем, похожа на тундру, в которой, впрочем, писатель никогда не бывал. В 1888 году Чехов едет в Крым по приглашению своего издателя Алексея Сергеевича Суворина. Добравшись до Севастополя поездом, на следующий день уже морем должен был отплыть в Феодосию. Познакомиться с городом Чехов не успел, в город приехал ночью, но отметил, что стоит он у чудеснейшего моря. Писатель остановился в гостинице Киста рядом с Графской пристанью. В письме сестре упоминает своего случайного соседа, полтавского помещика. Они ужинают в ресторане, пьют вино. Но потом Чехов, вероятно, выходит на балкон и видит море. Оно, как мы с вами убедились, произвело на Антона Павловича незабываемое впечатление. Но не только его цвет поразил писателя. Хотя, какая странность, сравнить цвет моря с синим купоросом. Все, наверное, помнят бассейн в Никитском ботаническом саду, вода в котором подкрашена купоросом. Красиво и безжизненно. Своего героя Коврина в черном монахе Чехов отправляет на излечение в Ялту, но умирает он, не доезжая, именно в Севастополе, глядя на бухту, нашу прекрасную Северную бухту. Что же привиделось Антону Павловичу, когда он смотрел на Севастопольскую бухту, где лунный свет сгустился вместо воды? О чем он думал, прокручивая в голове полученные во время путешествия крымские впечатления? В том же письме от 16 июля 1888 года Антон Павлович сообщает сестре о дикой красоте гор в лунном сиянии, которая настраивает фантазию на мотив гоголевской страшной мести. Видишь то пропасти, полные лунного света, то нехорошую беспросветную тьму. Немножко жутко и приятно. В ту пору он серьезно занимался изучением психиатрии, размышлял о связях шизофрении и гениальности. А здесь перед ним море, огромная живая субстанция, постоянно меняющаяся и в покое не бывающая спокойной. Мыслящий океан. И в этом морском зеркале тысячи светящихся огней отражений чьих-то окон, корабликов и лодочек. Бесформенный и зыбкий мир, связанный в одном пространстве. Как важно было привести героя, ищущего покоя в его состоянии, именно сюда, в эту стихию. Коврин – молодой ученый, магистр психологии, увлеченно работающий без сна и отдыха. Ему жаль тратить время на сон. Он должен написать свой гениальный труд. О том, что он гений, избранный, говорит ему черный монах, фантастический персонаж. То ли внутренний голос, то ли галлюцинация. Герой оценивает свое психическое расстройство, но оно, как ему кажется, не мешает, а наоборот, придает сил. Близкие люди, стараясь помочь, нарушают внутреннюю гармонию героя. Теперь он здоров для окружающих, но глубоко несчастен. Он больше не гений, посредственность. В этом он обвиняет тех же близких и разрушает их мир. Проходит несколько лет. В Севастополе Коврин получает письмо бывшей жены, которая сообщает о смерти отца, о гибели сада. Виной тому безумный Коврин. Я ненавижу тебя всею моею душой и желаю, чтобы ты скорее погиб. О, как я страдаю! Будь ты проклят! Коврину тяжело и душно. Он выходит на балкон и последний раз видит черного монаха. Черный высокий столб, похожий на вихрь или смерч, показался на том берегу бухты. Он со страшной быстротой двигался через бухту по направлению к гостинице. Монах с непокрытой седой головой и с черными бровями, босой, скрестивший на груди руки, остановился среди комнаты. И он снова внушает несчастному мысли о гениальности. Коврин уже верил тому, что он избранник божий и гений, но кровь текла у него из горла прямо на грудь. Он упал на пол. Он видел на полу около своего лица большую лужу крови и не мог уже от слабости выговорить ни одного слова. А черный монах шептал ему, что он гений и что он умирает потому только, что его слабое человеческое тело не может больше служить оболочкой для гения. Коврин умер с улыбкой блаженства и счастья на лице. Страшная месть над главным героем свершилась или случилась страшная несправедливость? Так как кульминация повести написана на севастопольском фоне, и мучились мы, почему герой погиб именно здесь, когда основное действие разворачивалось далеко от Крыма. Хочется какого-то объяснения. Много лунного света. Живая бухта с множеством голубых, синих, бирюзовых и огненных глаз. Вихри и смерчи. Мираж или призрак. Все эти атрибуты хоррора – декорации повести. Сам Чехов называл черного монаха рассказом медицинским. Антон Павлович, проводя своих героев по дорожкам цветущего, а затем умирающего вместе с ним сада, подводит нас к главной своей мысли. Природа – главный наш врач. Прислушиваясь, начнете понимать и не мешать ей. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok